Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваишлах. Давайте поговорим о необычном. Давайте поговорим о психологических аспектах происходящего в нашей недельной главе. Больше, чем вообще в другой книге, в Брешит Яков окружен конфликтом. Обратите внимание, не только между Нимой и Савом, но и между Нимой и Лаваном, между Рахелем и Леем, между сыновьями, Иосифом, братьями. Ну, как бы вот... Есть момент такой, Тора, как нам говорит, что пока внутри... Почему Яков притягивал конфликт? Пока внутри нас есть конфликт, то конфликт будет и вокруг нас. Это закон жизни. Вот когда если у нас все время конфликтная какая-то ситуация, поверьте, что у вас внутри, значит, что-то неразрешенное, какой-то конфликтной внутренней, противоречивая ситуация. Мы должны снять напряжение с себя, прежде чем сможем сделать это для других. Мы должны быть в мире с самим собой. И прежде всего, когда все люди хотят быть в мире с миром, с собой, надо начинать с себя. Проблема в том, что мы хорошо знаем то, чего у нас нет, что не получилось, и концентрируемся на этом. А фокусировка на том, чего у тебя нет, это пустая тратная энергия. Ключ к счастью заключается совсем в другом. Чтобы видеть хорошее в том, что имеешь. Звучит просто, да? А почему тогда люди несчастливы? Их много. Счастье это состояние души, говорят наши мудрецы. Люди часто думают, что счастье заключается в том, чего они достигли или нажили. Вот если бы у меня была новая машина, или если бы работу получше найти, вот тогда бы я расслабился и был счастливым. Это не так. Если бы я встретил правильную девушку, или наоборот. Хорошо, покупаешь ты машину, а что дальше? Целую неделю ты паришь от счастья, а потом? Потом ты возвращаешься к исходной ситуации. Человеку кажется, что если он будет обладать чем-то, там, вещью, там, или еще, я не знаю, буду счастлив. Мечта исполняется, проходит пару месяцев, и уже нет той радости, хочется что-то новое. В погоде за призрачным удовольствием пролетает вся жизнь. А когда же, как же найти вот это все-таки, вот когда душа действительно получит ценный подарок, а не безделушку в яркой упаковке? Царский подарок, это, как ни странно, духовные ценности. От них душа на самом деле получает наслаждение. Простые вещи. Как ни странно, просто помочь кому-то, человеку, просто сделать какое-то добро, просто позаботиться о ком-то, просто поучить Тору, просто совершенствовать свои человеческие качества. Вот это и есть потрясающая пища для души, которая делает нас счастливыми. И мы это увидим как вторичное уже. Счастье приходит. Счастье это не процесс, а состояние. У тебя могут быть все прелести мира, а ты по-прежнему будешь несчастным. Или наоборот, ты относительно немного имеешь, а чувствуешь себя безгранично удовлетворенным. Талмуд говорит, что кто счастлив, тот, кто ценит то, что имеет. Именно поэтому в утренней молитве начинается благословение, что спасибо, что дал жизнь, спасибо, что я могу видеть, спасибо, что я могу использовать руки, что я могу думать, что меня нылил всем необходимым. Вот это вот и есть потрясающий настроение на весь день. Когда ты утром стоишь, ты думаешь, блин, да у меня же все есть. Руки есть там, ноги есть, остальное, а иначе в погоне зачем-то ты потратишь всю жизнь. Счастье приходит с осознания того, что у тебя, счастье в том, что у тебя есть. Знаете, как рассказывают истории один, тоже на интернете есть, один человек пришел, говорит, у меня такая проблема, такая проблема, жена ушла, дети не хотят со мной разговаривать, работа, и меня выгнали, и еще умер хомячок мой любимый. Зачем дальше жить? И вот человек говорит, подождите, ну вот, закрой глаза на минутку, вот это закрывает. Представь себе, что ты слепой, никаких цветов ты никогда не видел, детей вот этих никогда не видел, ни полей, ни заката. Тебе представь, что случилось чудо, ты открыл глаза и увидел, зрение вернулось. Ты будешь считать себя несчастным? Он говорит, ну нет, это я же хочу... А все проблемы как? Ну подожди, проблемы уходят. Понимаете, если вы действительно цените свое зрение, другие проблемы будут незначительными. А если вы все принимаете как должное, да, ну и что, все видят, я вижу, но тогда ты все время удовольствия не будет. Чтобы повысить свою радость в жизни, свое уважение к себе, к этой жизни, определить несколько вещей надо, за которые ты благодарен. Ну, сейчас в конце концов, утром напиши, я благодарен, начни с одного там чего-нибудь, зрение, руки, хомяки, чем хочешь. И каждый день выделяй, дописывай, одно, за что ты благодарен. По одному благословению каждый день. Жизнь полностью меняется. Надо осознать все свои благословения, которые есть у тебя, чтобы ценить каждое новое, которое потом, безусловно, встретится на твоем пути. Надо попробовать выделить несколько минут на то, чтобы сконцентрироваться на чувстве благодарности. Благодарности за то, что у тебя уже есть. И вот как только хотя бы этот один пункт у тебя уже появился, это огромный шаг вперед. Уже есть компонент счастливой жизни. Потому что мы привыкли воспринимать все как хорошее, как должное. Ну как, ну вот я там проснулся утром, нормально, ничего не болит. Ну, значит, как должное. Болит не очень, тоже как должное. А все внимание мы уделяем неудовлетворенным нужным, не сбывшимся желаниям. Мы на них сконцентрируемся. Это пьет нашу жизненную энергию. Счастье это просто. Надо попробовать быть счастливым. А если надо, научиться быть счастливым. Счастье приходит, вот ему надо сидеть и учиться. Надо учиться от себя радоваться, от мелочей. Как ребенок. Вот ребенком надо учиться у него. Он радуется простым вещам. И вот учить себя радовать, двигаться в этой шкале радости и ты построишь здание своего счастья. Запоминаем самое главное, что сказали наши мудрецы. Ключ к счастью это ценить то, что имеешь. Брахава от слоха всего самого лучшего.